Хуба! Привет, с вами доктор Влад. Много чего-то новостей сразу напрыгало. Ну, я вам расскажу. Много интересного, да. Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ. Премьер-министр намерен продолжить поездки по регионам страны. Своим заместителям и министрам он тоже советует чаще знакомиться с проблемами людей на местах, а не из бумажных отчетов. Вот я представляю, ребят, что теперь будет, да. Вот они будут ездить по местам, им будут там наскоро домики покрасили, да, или просто, как это было, сверху простыня с рисунком, да. Вот. Будут траву, значит, красить в зеленый цвет и так далее. И вот всякий такой идиотизм, это просто будет в большем масштабе. Вот и все. Ну, будут им взятки там давать и так далее, в сауну водить. Это просто геморрой для тех, куда они будут ездить. О, кто-то мне тут написал, в Астрахани маски делают из камыша. Ну, ради бога. Так, ладно, поняли про Мишустина. Да, тупой. Еще топе и фильм хороший. Суд Петербурга постановил госпитализировать сбежавшую пациентку Ильину. Принудить на госпитализацию. Притом, при всем, что у него не было никогда никаких анализов отрицательных, ну, вернее, положительных, да. Вот, да, вот она 30 января улетела из Китая, где отдыхала на острове Хайнань. Ее проверяли несколько раз, и все анализы не выявили коронавируса. Она там, помните, замок сломала, что-то замкнула, электрозамок, и вот сейчас ее до 19 февраля, а сегодня 17-е. Ну, посмотрим, что из этого будет. Упорная девушка. О, и тут же в России могут усилить ответственность за нарушение карантина. Ой, до 18 лет принудительно. Да нет, это я так, вы что думаете? Нет, ну, просто усиление, да и все. Могут, конечно, и 18 лет сделать, я не удивлюсь. The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии. Вот это очень интересно, ребята. Короче говоря, смотрите. Британская газета Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, ссылка есть, сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США. Собеседники издания полагают, что российских агентов могло направить в Главное разведывательное управление Денштаба вооруженных сил, ГРУ, сотрудников которого также обвиняли в покушении на Сергей Скрипаля и его дочь Юлию. Подводные кабели, проходящие через Ирландию, соединяют США, Европу и Великобританию общим интернет-трафиком. Отмечается, что разведчики могли искать слабые места кабелей для того, чтобы в будущем перехватить информацию или повредить связь. То есть вот так вот повредить связь, сказать, а-а-а, все, американцы нам откручили интернет, все, давайте на Чебурнет переходить, понимаете, да? Гадость, вот для Путина где какая гадость? А-а-а, ой, это страсть. Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи. Ну, вообще-то, помощь гражданке Прибалтийской республики Кристине Миссане, которой грозит экстрадиция в ЮАР, причем она гражданка Латвии, к России никаким боком, ЮАР к России никаким боком, а направляют на сайт российского президента. Просим заступиться в рамках своих полномочий и так далее. Ой-ой, дебилы. На Даймонд Принцесс выявлено еще 99 случаев коронавируса. Почему 99? Было 89 тут. Я помню, когда я это дело, значит, засейвил здесь, сохранил, было 80, сейчас 99. Боже мой. В общей сложности на лайнере заболели 454 человека. Человека нужно писать, а не человека. Ой-ой, так, ладно. Попы окончательно срослись с режимом. Это Александр Невзоров пишет. В Инстаграме коротенький ролик. Окончательно поверили в собственную безнаказанность, обнаглели. И начали агрессивную рекламную кампанию своих поповских услуг. То есть вот этот Смирнов, который сказал, что женщины, которые живут гражданским браком, они проститутки, бесплатные проститутки. Оказывается, он там рекламировал таинство венчания. То есть если вы в гражданском браке, но обвенчались, у церкви претензий нет. Платите денежки. Девушки, платите денежки. Матвей Гонопольский. Очень интересный кусок. Смотрите. Ну вот насчет опять этого попа. Первый, я не женщина, поэтому я не могу сказать, унизительно это или нет. А второй, не могу избавиться от либеральных взглядов. Я считаю, что женщина живется там, где ей свободно. В экономическом смысле, в моральном смысле. Поэтому все грязные собаки, которые позволяют себе что-то говорить о женщинах подобное, в принципе, я считаю, что там должна быть демонстрация. Прошу не считать мои слова призывом. Ну то есть на улицу надо выйти. Просто этот человек должен исчезнуть из поля зрения. Пусть он в какой-нибудь дальней епархии на острове Валаам крутит медведям короткие хвосты. Женщина – это тонкий организм, который, как цветок в горшочке, его надо поливать, холить или леять. Она еще должна семьей быть, она еще должна детишек родить. Мы с вами появились благодаря женщинам. И вот это появились на свет. И вот это мрачное, нечесанное рыло позволяет себе... Может, он и девушек не видел вообще. О, кошмар. Не судите и не будете судим. Ой, Наталья Поклонская выступила. Опять про этого попа. Он отказался извиняться за свои слова. Словно мы живем в 13 веке. Ну там и живете в 13 веке. Ну а Поклонская, наверное, в 12. Московское метро отсудило у сотрудников фонда... Ну, Навального, да, ФБК. Более 300 тысяч рублей за летние акции протеста. Сотрудникам подземки пришлось выйти на работу в выходной день из-за увеличенного пассажиропотока. При этом в документах сказано, что прибыль метро увеличилась на 2,5 миллиона рублей. Да, 300 тысяч они хотят отсудить у Навального. Да, отсудят. Более 60 тысяч человек приняли участие в митинге где? В Воронеже? Нет. В столице Черногории. Вот, ребята, вот это митинг. 60 тысяч человек в махонькой столице Черногории. А в Москве выходит 15 человек. Считается это хорошо. Электронные сигареты и вейпы могут скоро исчезнуть из продажи. Новые поправки. Все, не будет. Не будет вейпов. Даст ли Москва Анкаре гнать армию осады за пределы Эдлиба? Яшар Незбаев, журналист-эксперт по Турции. Ну, короче, погонит Эрдоган Вову или не погонит? Не знаю. Турция направила в Эдлиб 150 грузовиков из БТР, из САУ. Ну, это самоходные артиллерийские установки сообщили в СМИ. Ничего. Тут действительно такая колонна офигенная. Путин не отправлял войска в Ливию. Это сказал Письков. Ну, конечно, не отправлял. Он отправлял эти... Как его... Его повар отправлял войска свои собственные. Вот эти вот, как сказать, команды, да? Личные, личные. Журналисты спросили у Пескова, отправлял ли Путин войска в Ливию. Поводом для вопроса стали похороны якобы российского военного в Оренбургской области, о которых сообщил ряд СМИ. Ну, вот так вот. Не-не-не, он не отправлял, никаких приказов на этот счет не отдавал. Ну, так частной военной компании, конечно. Вот видите, вот гадости сколько, да? И в Донецк он не отправлял, и в Крым он не отправлял. В Госдуме прокомментировали вопрос о поставках оружия в Ливию. Не-не-не-не, никаких не было, не-ничего. Господи, им, как говорится, писи в глаза, им все божья роса. Ну, вот интересно, отвлекитесь. Браслет за тысячу рублей глушит все микрофоны. Это сотрудники нашего Чикагского университета разработали устройство для борьбы со скрытыми микрофонами. Браслет с 24 динамиками. Ну, здорово вообще-то. Когда нужно заглушить микрофоны, браслет активизирует весь набор динамиков в режиме ультразвукового диапазона. И тогда запись голосов превращается в набор шумов. То есть можно говорить уже, если у вас там понатыканы вот эти следящие устройства, бзик, и все, интересно. Так, и у меня твиттер. Судья, значит, конституционного суда, я вам говорил, назвал Россию непричастной к репрессиям СССР. То есть Россия за СССР не отвечает. И вопрос на твиттере, это что же получается, и к победе во Второй мировой войне мы тоже непричастны? Да, хороший вопрос. Хорошие новости от профессора Преображенского. Жителям Поморья могут разрешить сбор водорослей после шторма. Теперь русский север расцветет. Да, ребят, разрешили водоросли собирать. Понял. Так, вот тоже две картинки. Исинбаева не читала Конституцию, заявила, что ничего не должна. Она входит в рабочую группу по поправкам. 17-летняя девушка читала Конституцию РФ вслух сотрудникам полиции. Ее поставили на учет в полицию. Да, она как-то встала, вот там эти стоят в масках, да. Ну, какую-то демонстрацию разгоняет. Она просто вот встала перед ними и читала Конституцию. Ее на учет. «Газпром намерен предложить Кокорину зарплату в 2,5 миллиона евро в Зените. Утритесь, русофобы, пока вы клевещете про нищету людей в России. У нас уголовники, едва откинувшись с зоны, могут получать 2,5 миллиона евро в год». Да. «Битва, ледовое побоище, не упоминается в немецких летописях. При этом на дне Чудского озера, ну, где якобы они там воевали, никто и ничего не нашел. А вот битва при Карусе, 1270 год, на льду замерзшего Балтийского моря между немецкими рыцарями и великим княжеством литовским, есть в немецких летописях». Странно как-то. Чё, не было едового побоища? Ха-ха-ха-ха. Вот это да. «Жизнь России», да, это Твиттер, «О росте благосостояния россиян». В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя. Просрочка в России выходит на новый уровень. В Владивостоке сняли на видео, как просроченными продуктами, в том числе и детскими, срок которых истек еще в 2018 году, торгуют с машин. Теперь нищие пенсионеры даже просрочку в мусорных баках найти не смогут. Ее теперь продают. И вот картинки показывают, детские игрушки какие-то, конфеты. Детские конфеты просроченные, да. Игрушки-то бы ладно. «Автор закона об агентах Леонид Левин, депутат Госдумы, оказался владельцем гражданства Кипра и прилагающемуся к этому миллиардному состоянию на кипрском офшоре. Вот он, патриот. А ты, живущий в российской хрущевке, иноагент. Тут главное не перепутать». А знаете ли вы, что 90% маринованных огурцов производится в Китае? В Россию они приходят в 200-литровых бочках, расфасовываются на месте в стеклянной банке, на которых пишется надпись «Произведено в России». Интересно, здесь очень много… У меня жена любит, и я люблю тоже маринованные солёные огурцы. Такие разные вкусы. Но мы предпочитаем из Израиля здесь огурчики. Вот эти вот очень вкусные. А вообще разные вкусы совершенно. Американские мы не любим, они сладкие. Американцы везде сахар добавляют. Один мой знакомый профессор говорит так. «Плохому президенту конституция мешает». Меня многие спрашивают, зачем Путин решил менять конституцию. Отвечаю, Путин решил, что нужно менять конституцию, потому что в конституции написано, что нужно менять Путина. И вот тут ещё один парень, много матом, я сейчас попробую перевести. «Приезжай, я тебе как руководитель строительно-монтажного управления, более чем с 20-летним стажем, как владелец собственного бизнеса, расскажу про ваше долбанутое поколение, которое беру и пачками выгоняю с работы. Ибо необучаемые дебилы, не желающие работать». О, ребята. Вот такие дела. Ну и всё на этот час. Пока-пока. С вами доктор Влад. Ещё ближе к обеду встретимся. Получается. Продолжение следует... Значит...